С нами ли портал Ньюсру? Мария Лаверна, портал Ньюсру вас приветствует. Да, здравствуйте. У нас было к вам три вопроса, один уже коллеги задали. И сейчас я вас попрошу вот о чем. Вы говорили о том, что в Армении защистили дипломаты американские. Там вот были на днях и помощник госсекретаря Джеймса Брайан, и Саманта Пауэр туда же ездила, и зам госсекретаря Узры Зейбл. Вот как вы полагаете, с чем связано такое пристальное внимание США к Армении? Ну, понятное дело, что они пытаются дестабилизировать весь регион, но вот Армения как-то их прям притягивает. С чем, по-вашему, это связано? Ну, мне кажется, что, ну, во-первых, конечно, я уже частично на этот вопрос ответила. Задача США и Евросоюза, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей Южно-Кавказских государств, я уже их назвала. И, видимо, получается у них это делать именно вот на территорию упомянутой вами страны. В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО. Странная история, конечно. Они участвовали в саммите-альянсе. В Вашингтоне проводят совместные военные маневры. Наглядный пример, идущий сейчас на территории страны американо-армянские учения Eagle Partner. Ну, это вызывает не только сожаление, это вызывает беспокойство за будущее Армении, потому что такие махинации штаты, ну, естественно, ЕС, как уже, считаете, экономический департамент НАТО, со многими странами проводили не раз. Чем заканчивается это так называемое орлиное партнерство, вы прекрасно тоже знаете. Используют, потом выбрасывают за ненадобностью. Углубляя такими темпами сотрудничества с теми, чья цель, как штаты и натовцы, объявляют стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку в Нижнем Кавказе и в ущерб, в том числе, собственной безопасности. По-моему, очевидно все. Ясно, спасибо. И еще вопрос у нас к вам есть такой. В Баку сейчас завершается первый съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий, в том числе там Новокаледония и так далее. И некоторые эксперты выражают надежду, что Москва выразит солидарность с участниками форума. Вот как вы думаете, возможно ли в будущем в России уже проведение мероприятий, нацеленных на борьбу с современным вот этим неоколониализмом? Вы извините, а мы очень активны на этом направлении. У нас и наши парламентарии этой темы активно занимаются, парламентская дипломатия, мне кажется, провела за последнее время большое количество мероприятий многоплановых на этом треке. Наши дипломаты в Организации Объединенных Наций, вот сколько было инициатив, выступлений, заявлений. Поэтому для нас это один из приоритетов. Не потому, что это исторические реалии, это тоже важно, сохранение вообще знаний о том, что было, но потому что колониализм сейчас набирает обороты и закрепляется уже на современном технологическом уровне в виде неоколониализма. То есть используя современные возможности, в различных сферах проводят колониальную политику просто уже под таким, знаете, отлакированным, так сказать, прикрытием. И поэтому это, еще раз говорю, имеет самое актуальное значение для российской внешней политики и ее международных шагах. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.